Двор по улице Фрунзе 8, корпус 1 и корпус 2. В конце сентября передвигаться по нему было откровенно страшно. Под ногами местами болото, местами непроходимые каменоломни. В таком режиме люди жили достаточно долго. Все было настолько печально, что вспоминать о том времени им попросту не хочется. С августа прошлого года сняли покрытие асфальтовое. Все тут переломали ноги, особенно женщины на каблуках и мамы с колясками, которые не могли просто пройти абсолютно никак. Ну, мы надеялись. Что-что, а надеяться, терпеть и ждать наши люди умеют профессионально. Спустя год с лишним жители двора на Фрунзе наконец-то почувствовали под ногами пусть и не везде ровную, но все-таки твердую асфальтовую поверхность. Они закрывают глаза на лужи у подъездов и странные конструкции ливневых стоков. Это, как говорится, мелочи жизни. А там, где к качеству были серьезные вопросы, рабочие сами исправляли дефекты. Я сама была свидетелем, как перекладывали асфальт, уже положенный на тротуаре, его отдолбили на следующий день. Я спросила у рабочих, зачем вы это делаете, они сказали, ну, тут немножко неровно, надо вот как бы поровнее, получше, покачественнее. То есть, в принципе, довольно качественно все сделано, посмотрим, как долго продержится. Перевернув страницу с ремонтом асфальтового покрытия, жители смотрят вперед. Со сдержанным оптимизмом. Спасибо и на этом. Единственное, нам хотелось бы, чтобы еще и освещение нам сделали во дворе, потому что абсолютно темный двор. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Еще один адрес, где жители настрадались за последний год с небольшим – двор по улице Коробкова, 10 и 11, корпус 2. Сюда за минувшие 12 месяцев наши съемочные группы приезжали 7 раз. Менялись времена года. Но не менялась картинка. Под ногами у местного люда вместо асфальта были камни да грязь. Порой от невозможности нормально пройти от подъезда до остановки эмоции у людей зашкаливали. Больше месяца, ну что за ***? Как я пройду? На работу иду, а как мне идти-то? По кругу, что ли? И вот, наконец, ремонт двора завершен. Асфальт уложен. Казалось бы, жителям самое время выдохнуть с увлечением и забыть о перипетиях последнего года, как о страшном сне. Меня вполне удовлетворяет это качество. Я считаю, что очень прилично. Сейчас ходить удобно, все хорошо. Но не тут-то было. Камень преткновения – качество выполненных работ. Во-первых, строители очень странно обошлись с люками. Наверное, они не знают, что иногда возникает необходимость в том, чтобы эти самые люки открыть. Во-вторых, в большинстве своем жители не понимают, почему те, кто укладывал асфальт, сделали это так, что во время дождя на отдельных участках двора невозможно пройти. Вот там лужа стоит, она теперь стоит всегда. Вот там, она всегда стоит, чуть маленько дождь, и мы вынуждены ходить по лужам. Видите, сколько там воды каждый дождик? Там не пройдешь. Вот, я уже ботинок пройти не могу. Как рассказал нам приехавший на место представитель подрядчика, лужа в этом месте предусмотрена СНИПом, то есть строительными нормами и правилами. Вот такой неожиданный поворот. Впрочем, контролем качества выполненных работ должны заниматься те, кому это положено. Юрий Бумбур, Антон Шишкин, ТВ Тверь.